Пыль столбом рев моторов, которые буквально разрезали привычную степную тишину и разогретый до предела воздух. Активные выходные устроил клуб JeepKizet всем, кто неравнодушен к полноприводным автомобилям. Воскресный триал Лисий Хвост, несмотря на предупреждение метеорологов о жаркой погоде, собрал чертову дюжину участников на старте и бесчисленное количество зрителей, которых ожидали эффектные спуски и не менее эффектные перевороты автомобилей. Но несмотря на почти цирковые кульбиты и дорогие ремонты автомобилей, меньше участников соревнований не становится. Наоборот, в списках всегда есть те, кто является завсегда таем джиперского движения. К примеру, Александра Удовика уже давно не пугают хитросплетения трассы, овраги и крутые подъемы. Веселая трасса, машину готовили недолго, но длительно. Ну, как обычно, последние три ночи перед соревнованием. Но самый большой урок, который я излег, это перед стартом надо складывать зеркала. У триалов появились и свои постоянные зрители, которые готовы ради эффектного автошоу отправиться в любую точку области. Денис Языков соревнования от клуба JeepKZ практически не пропускает. Действительно, где еще можно увидеть такое скопление людей, болеющими скоростью и внедорожниками? JeepTrial я не пропускаю. Каждый выезд я здесь, там, где все джиперы. Я желаю всем доехать до финиша. Поломка – это очень неприятно. Триалы стали посещать не только автолюбители. Они превратились в грандиозное автошоу и в семейный отдых с детьми на природе. Расхожую фразу «хлеба и зрелищ» уже они восприняли буквально, и на каждое соревнование приезжают словно на пикники большими компаниями. Организаторы советуют не разбирать сумки для пикников и докупать продукты, ведь совсем скоро состоится третий этап открытого первенства по GPS-ориентированию на переходящий кубок.